Всем привет! Меня зовут Битрий Гриценко и сегодня я хотел бы начать разговор про вариант слона F4 в Будапешском гамбите. Один из основных вариантов. Итак, белый защищает пешку слоном, а не конем. И в некоторых вариантах ее и удерживают. То есть как раз гамбит полностью оправдывает свое название. Здесь основное продолжение это конь C6, нападая на пешку E5, конь F3, белый защищает ее и слон B4. Здесь у белых есть два варианта продолжения. Это конь BD2 и конь C3. Конь C3 в вариантах связан как раз таки с выигрышем пешки. То есть белые всеми силами защищают пешку E5 и не отдают ее. И как раз я покажу сегодня одну из партий в варианте с конь C3. В данном случае рассматриваю партию Рубинштейн-Видмар. Черные играют в ферзь E7 и белые ферзь D5 защищая пешку. Черные меняются на C3 и здесь есть опять-таки два варианта у черных. Первый это играют они F6 сразу и после вынужденного размена, поскольку если не бить пешку F6, то черные сами заберут на E5, получат лучшую позицию. Поэтому белые обязаны бить. Уходят ферзем и D6. То есть здесь возникает тоже довольно интересная борьба и эту позицию я чуть позже рассмотрю уже в других партиях. В этой партии последовал ход ферзь E3. И ладья C1 защищая пешку. Ф6, то есть фактически опять-таки вынуждая белых взять пешку на F6, потому что, как видно, слон привязан к защите ладьи, и поэтому сейчас три нападения на две защиты. И еще одну защиту белые никак не могут обеспечить, поэтому они обязаны бить, если не хотят оказаться в худшей позиции. И ферзь D2 уходит из-под атаки коня. Черный играет D6 и белый конь D4. То есть, наверное, это был не совсем точный ход. Нужно было все-таки играть E3 и слон E2 или слон D3. То есть все-таки развивать фигуру кролевского фланга и обеспечить положение своего короля. Черный играет 2-0, то есть вводит ладью в игру, вводит короля из центра, и белый играет E3. И здесь после коня D4 выяснилось, что у черных все-таки преимущество небольшое есть, потому что ферзь не может забрать на D4 ввести ладья на C1. В случае взятия ED будет ладья E8 и неприятная связка в линии E, и оба перекрытия линии E будут не очень сильными для белых. А в случае C, как и произошло в партии, и хода коней E4 выяснилось, что ферзь обязан покинуть диагональ E1-A5, и затем после шага на A5 или B4 в случае с партией был ход ферзь A5, и король белых лишается рокировки. Здесь ход король D1 тоже был возможен, но тогда опять-таки та же жертва ладья F4, что и произошла в партии, приносила довольно хорошую и перспективную позицию черных с сильной атакой. В партии последовал ход король E2, и уже видно, что прошло 16 ходов, и черные добились большого позиционного перевеса у белых. Мало того, что нет рокировки, у них еще и две фигуры, слон с F1 и ладья с H1 не участвуют в борьбе. То есть, естественно, что эта позиция в пользу черных, несмотря на отсутствие пешки. Здесь ход слона F5 сразу не приносил успеха, из-за того, что белые играли либо ферзь B3, либо ферзь B2, защищаясь от крытого шаха, и конкретной победы здесь у черных нету, поэтому они решили отдать качество и уничтожить одного из ключевых защитников короля. И после EF играют слоны F5. Опять-таки ход конь G3 сейчас очень силен, поэтому белые обязаны ввести ферзя ходом в данном случае FB2. Ладья E8, черные вводят последнюю фигуру в атаку, у них уже четыре фигуры атакуют, а у белых защищается всего лишь ладья и ферзь, и то ладья с поля C1 пока только косвенно. То есть, все-таки, конечно же, такая атака обязана привести либо к мгновенной победе, то есть мату, либо к выигрышу многого материала. Последовал ход конь F3, и дальше в партии был конь D2 ход, однако, наверное, посильнее был ход H5. В случае G3 черные могли играть просто конь D2 и на уход короля единственный слон Е4, то есть выигрывая материал и получая сильнейшую атаку, но еще сильнее это жертва конь G5. В случае непринятия жертвы и ухода король G2 черные ставили довольно необычный мат слоном и конем, а в случае более логичного хода FG все равно у белого короля большие проблемы, и даже если он не получит мат, то есть в данном случае ход F3 защищает от мата, но после ферзи F3, потом ферзи H1 и ферзи H2. Черные выиграют ферзя как минимум, а в случае ухода конь G1 они ставят мат в поле H1, потому что ладья незащитима. Также после хода H5 возможен ход и H3, то есть еще одна защита от хода слон G4 мат, но тогда черные играют H4, грозит сейчас конь D2 с выигрышем ферзя, потому что у короля нет отходов. Если белый играет ладья дадим, то опять-таки возможен удар конь G5 с жертвой коня и потом сильнейшая атака черных. В случае король G3 черные вообще ставят мат через пару ходов, а в случае более стильного хода король F4 они выигрывают просто материал, плюс сохраняют сильнейшую инициативу и атаку. Итак, после хода коня F3 в партии последовал не H5, после хода короля F3 не H5, а ход конь D2, король G3 конь Е2. Здесь я думаю, что в случае от хода короля F3 все-таки черные походили бы H5 и видели этот ход, довольно стильный и естественный. Поэтому белый решили уйти король H4, но тогда ладья Е6 и грозит мат на поле H6, от которого защиты не видно. Единственная временная защита это слон Е2 с целью перекрыть линию H. Но здесь естественно, что у черных есть масса способов для победы и один из них самый простой это отдать еще качество и затем включить ферзя в борьбу и они ставят мат на поле H5. Таким образом, как вы видите, ход слона F4 тоже довольно интересный и у черных есть довольно интересные ответы. В данном случае конь C6 и слон B4 стандартные. И в случае, если белые играют конь C3 и в дальнейшем ферзь D5, то есть пытаются удержать пешку, у черных довольно сильная инициатива и если белые немного замешкались, как в этой фарте, они могут лишиться рокировки, либо же просто потерять координацию фигур и у черных будет сильная атака. И как видно, что позиционные перевесы все-таки важнее материального. Ну все, спасибо за внимание и до скорых встреч!